Здравствуйте, вы смотрите MarketWatch в студии Дмитрий Кучер. Итак, в сегодняшнем выпуске. Обвал на фондовом рынке США. Неожиданно сильное снижение ВВП в Британии. Ну и закончим коррекционным ослаблением доллара США. Начнусь сегодняшний обзор с обвала фондового рынка США. На приведенном слайде вы видите, что практически все акции в красной зоне. Причиной для массовых распродаж послужили комментарии главы ФРС во время пресс-конференции, на которой он заявил о том, что в ближайшее время регулятор не будет рассматривать повышение основной процентной ставки, так как риски для экономики остаются очень высокими. Как следствие, мы наблюдаем общее укрепление доллара в паре с большинством валют. К примеру, валютная пара австралиец-американский доллар обвалилась на 250 пунктов от достигнутых ранее максимума. При этом все еще есть риск ослабления дальнейшего после завершения коррекции, которая началась еще во время азиатской торговой сессии. Ну и перейдем к европейской сессии. Британия опубликовала отчет по изменению темпов роста ВВП, а также объему промышленного производства за апрель. Фактические данные оказались заметно хуже прогнозируемых значений, указывая на более мощное ухудшение экономической ситуации в одной из крупнейших экономик Европы. При этом давление на фунт остается умеренным. В момент публикации этих отчетов мы наблюдали краткосрочное ослабление фунта, но уже спустя час валютная пара фунт-доллар продолжила корректироваться от достигнутых ранее минимумов. При этом лишь прорыв уровня сопротивления в отметке 1.2650 укажет на готовность покупателей развить более мощную волну роста, так как основная тенденция остается нисходящей. Коррекционное ослабление доллара может быть обусловлено не только фиксацией прибыли в последний торговый день недели, но также отсутствием важных макроэкономических публикаций из США. В условиях низкой насыщенности новостного фона доллар может корректироваться, проигрывая более рисковым активом, таким как австралиец и евро. А завершим сегодняшний обзор анализом сделки на продажу валютной пары австралиец-доллара объемом 2 лота от уровня 0.6930. Защитный ордер Stop Loss выставили за предыдущий максимум, а ордер Take Profit у сильного технического уровня поддержки 0.6855. Этой ночью сделка закрылась по ордеру Take Profit с прибылью в 1500 долларов. Обращу внимание на то, что риск не достигал 500 долларов. На этом у меня все. Внимательно следите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова